От нашего отдыха, как мы умеем или не умеем отдыхать, зависит тоже наше здоровье во многом. У меня к вам вопрос. Как вы проводите выходные? Вы проводите обычно так, за уборки дома, выдраивая все, занимаясь хозяйственными делами? Или так, ходя по магазинам, покупая то, что надо, докупая что-то? Как вы обычно проводите выходные? У многих людей, ну это вопрос риторический, да, сейчас не надо мне, пожалуйста, писать сочинение на тему, как я провел лето, да, или как я провел прошлые выходные, у каждого своя история. Ну вот вспоминая свою жизнь, когда я работала наемной работе, да, когда я жила в России, тогда я выходные, у меня на выходные скапливались куча там дел, которые надо было переделать. Там и подумал, что сделать, да, там и не сходить, что-то купить. В итоге вот эти вот все вот дела, да, которые накапливаются, 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 а в итоге у меня не хватало времени на отдых. Просто не хватало. И с утра ты опять встаешь, уставшись, сейчас я уже умная, я уже знаю, как распряжаться в свое время, как делать так, чтобы на выходные можно было отдыхать. Вот самое главное правило – это сделать так, чтобы вся бытовуха не скапливалась. На выходные делаем все бытовые дела по максимуму в рабочие дни. Когда вот вы приходите с работы, да, вот как раз-таки вот в этом курсе я дальше расскажу, как сделать так, чтобы, когда вы приходите вечером, чтобы у вас оставались силы на то, чтобы сделать часть тех дел, да, которые вы планировали сделать на выходные. То есть по-максимальному разгрузить время выходных. То есть можно там и стиркой какой-то заняться, да, можно и порядок наводить приблизительно, да. Если вот ты каждый день следишь за порядком, то в субботу тебе не надо как маленькая лошадка это все драйвить, выбирать и так далее. То есть вот приучать себя к определенным вещам. Ну, я думаю, что здесь все люди взрослые, все как бы понимают, что это делают. Ну, вот Людмила, да, вот две прекрасные дочки. Они вот помощницы, их можно в игровой форме как бы тоже приучать к этому всему. У меня вот был когда брат, подросток маленький, я его приучала, там, носки не разбрасывают. Ну, сложно было на самом деле, скажу. Ну, с ним жили в одной комнате, но в итоге у меня получилось. Сейчас там он такой борит за порядок, что куда-то вот дочку свою маленькую я вот с двух лет приучаю. Она вот знает, что поиграла, игрушки надо сложить, все положить на место, книжечки, все должно лежать на месте. Вот, что нет такой ситуации, что у меня в субботу меня оврало, потому что надо все выдраивать, надо все убирать. Также многие вещи можно совмещать. В некоторой степени много задач на это не очень хорошо, но когда вот вы едете на работу и по дороге можете там выходить на 5 минут раньше, там по дороге заскочить, отвезти в ремонт туфли, да, а потом в обеденный перерыв заскочить их забрать. То есть подумайте, как вы эти дела можете совместить с вашими последними задачами, как оптимизировать маршрут, как вот это вот сделать, да, что если это все вот распланировать и расписать, то на выходных у вас появится больше времени для себя, любимой, и для вашей семьи, которую вы можете провести вместе. Следующее правило – уходите, уходя. Вот все, что вам надо сделать в понедельник, запишите на листочке и прикрепите к рабочему столу, и больше мысленно к этому не возвращайтесь, потому что я тоже сама вот сейчас, когда у меня проблемы, тоже с отдыхом я училась, я заставляла себя отдыхать. Для меня вот куда-то поехать на неделю, да, это вообще, я всегда, я всегда с ноутбуком, у меня есть даже фотографии, соцсетя, где я 8 марта с ноутбуком работаю, да, ну, я не могла, просто у меня акция шла, мне надо было видеть, что у меня нет никаких глюков, что подарки выдаются, что все подарки получают, что все хорошо, поэтому, ну, работа у меня такая. Но все равно я вот проверила, да, я закрыла, все, я дальше уже отдыхаю, потому что я знаю, что все хорошо, у меня стоит напоминалка, я записываю в календаре, где что мне надо сделать, вот у меня есть, я использую программу, которая помогает мне парить, то есть у меня какая-то мысль появилась, я ее записала, я поставила напоминание, и у меня вандерлист называется программа, и мне это напоминание, когда я открываю утром в понедельник компьютер, у меня тут же выскакивают напоминалки, что мне надо сегодня сделать, и я знаю, что у меня это уже зафиксировано, у меня уже там написаны контакты, шаги, что мне надо сделать, то есть все, вот план уже есть, и я уже на выходных, я уже не парюсь, я уже не обдумываю, как это сделать, да, и как бы мне не забыть, А я знаю, что у меня это уже записано. Когда я выйду утром, я открою ноутбук, у меня выскочит напоминание. Вот, тоже возьмите эту привычку, чтобы максимально разгрузить свои мозги в понедельник, и когда вы уходите с работы, чтобы вы реально с нее уходили. Не только физически, но и головой. Это очень важно. Тоже, когда первые годы в жизни, на самом деле, у меня были очень непростые, потому что у меня муж работал над новым проектом, он сейчас технический директор одной интернет-компании, и он очень много работал. Причем, когда он не сидел за компьютером, он тоже работал. Ему нельзя было поговорить, потому что в это время у него в голове проходили какие-то процессы, он что-то обдумывал. То есть он не мог уйти с работы, да, и в итоге у него бессонница началась, проблемы с здоровьем, в итоге мы его лечили. Но вот это надо разгружать свои мозги, надо это все оставлять и выделять время на отдых. Это очень важная часть. Третье правило. Лучший отдых – это смена вида деятельности. Причем это не значит, что вы там, да, работали где-то физически, там, что-то делали, а потом на выходные поехали на дачу, там опять вкалываете, впахиваете. Нет. Здесь очень важен закон компенсации. То есть на выходных надо делать то, чего вы не делаете в рабочее время. И здесь вот как раз-таки очень важно определить, какой вид усталости у вас есть. И уже зная, какая у вас усталость, потому что усталости есть несколько видов, и уже зная, какая у вас усталость, вы будете знать, что с этой усталостью делать, как с ней бороться. Если у вас гиподинамия, если вы постоянно сидите неподвижно в одной позе, да, возле компьютера, если вы мало двигаетесь, то, значит, ваша проблема – это гиподинамия. И на выходных вам надо двигаться как можно больше. Вот запланировать выходные так, чтобы у вас было там максимум движения. Четвертое правило. В субботу мы проводим активно максимально, да, там все домашние дела, если мы не смогли разгрузить выходные, да, если у вас два выходных. Просто я не знаю, не у всех, не у всех бывают два выходных, у кого-то бывает только один выходной, да. Вот один выходной в субботу проводите активно, да, там выполняете все вот рабочие, бытовые дела, там какие-то вот покупки, все-все-все-все-все. А воскресенье посвятите релаксу. Воскресенье – это день, когда надо отдохнуть, надо выспаться и набраться сил перед следующим днем. Во время уборки, вот в субботу, включите ритмичную музыку, там уборки, другие домашние дела, да, и эта музыка, она даст вам больше сил. Вы сможете энергичнее, вот я вот всегда еще с подросткового возраста, когда я убираюсь, я ставлю энергичную музыку, у меня все вот быстро, это так, ох, все, как-то все спорится быстрее, все делается, да, вот как-то это проще, это дает больше энергии, больше дает сил на уборку. С детьми тоже можно там в какой-то игровой форме это все сделать, можно немножко потанцевать во время уборки тоже так, чтобы размяться, если вы мало двигаетесь. Дальше запланируйте спорт, неважно, пусть это будет поход на йогу, на аэробику, час, полчаса, неважно. Ну, желательно, конечно, чтобы это было минимум час, потому что если каждый день 15-20 минут делать небольшие зарядки, да, то на выходные обязательно запланируйте час в спорту, отведите час в спорту, потому что вот этого тоже очень сильно зависит ваше состояние. Воскресенье – это время релакции, красоты. Вот воскресенье – тот день, когда желательно выспаться, привести чувства и мысли в порядок, навести красоту, сделать масочки на лицо, на тело, позаботиться о своем теле, сходить на массаж. Да, не у всех это получается. Я, опять-таки, стыдаю свою подругу, да, ну, у нее два мальчика, и муж, у них в семье такое правило, то что воскресенье – это день, день их мамы. То есть муж забирает, полностью на себя берет детей, и она приводит себя в порядок. Она может там пойти на какой-нибудь выставку, в какой-нибудь магазин, где ей приятно, да, пообщаться с подругами. Вот я на самом деле уважаю ее мужа очень сильно за это, хотя они оба очень заняты человеки, у нее свой бизнес, у него свой бизнес, но вот у них вот такое правило, да. Вот, но не у всех так получается. Например, у меня муж, он не может с моей дочкой справиться. Поэтому, ну, я провожу время со своей дочкой, и мы вместе делаем масочку, она знает, что да, что и там, если мама делает масочку, значит, мама красоту наводит, мама красивая будет. Вот, а вместе помогает тоже, ей могу сделать масочку. Мы так с ней, это все в игровой форме. То есть воскресенье – это время, когда вы можете позаботиться о себе и провести время со своей семьей. Спокойное, расслабленное, вот, больше отдыха. Если вот суббота такой более напряженный, если вот вы хотите какой-то пойти в поход, там еще какое-то мероприятие, когда надо вставать рано утром, это вот лучше суббота, чтобы была. А воскресенье – лучше подольше поспать и привести себя в порядок. Digital detox – это обозначает отказ от любых девайсов, то есть не проверки почты. То есть вот воскресенье, воскресенье рекомендуют, современные психологи, и не только рекомендуют сделать отказ от всех девайсов, то есть сократить вообще качество звонков. Вот некоторые мои знакомые бизнесмены, они вообще имеют два телефона. Первый – телефон рабочий, который воскресенье просто они отключают, недоступен. И второй – для самого близкого круга друзей, друзей и родственников, которые могут позвонить им на этот телефон в любое время. Но вот воскресенье обычно они как раз-таки с близкими людьми проводят, поэтому у них нет надобности с ними общаться. То есть это максимальный отказ. Сначала до этого будет тяжело, как-то странно, а потом просто люди будут знать, что в этот день, вот воскресенье, вам лучше не писать, потому что у вас нету возле компьютера, потому что у вас день отдыха от интернета. У вас день отдыха от компьютера. Да, бывают там какие-то специальные ситуации, когда вы срочно должны быть на связи, когда там зависит ваше решение, но это исключение из правил. Но постарайтесь, постарайтесь, если у вас не получается на весь день, хотя бы полдня, начните с нескольких часов. Полный отказ от телефона, от компьютера, выехать куда-то на природу, да, и просто наслаждаться тем, что вокруг. И не дергаться постоянно, не смотреть в телефон, не смотреть в интернет, не проверять, не смотреть вот новость тоже. Я не стараюсь полностью отказаться от телевизора и от прочих вещей, но раз в неделю попробуйте обходиться без своих девайсов, без планшетов, без сидения в телефонах, без просмотра каких-то передач. То есть посвятить время себе, уйти от этого вот состояния зомби, который сидит и тупо куда-то пярится, а посмотреть, что происходит вокруг. Хотя очень интересно, может быть, практика, и вы можете что-то новое для себя открыть и увидеть. А первое время кажется, что вообще, ну, о чем заняться, да, вот если вот нет, на телефоне нельзя порыться, там, почитать книжку в телефоне, там, книжку, лучше, лучше бумажную книжку почитайте. Не надо в телефоне сидеть, потому что там очень много соблазмов. Ты сидишь, ты читаешь, вот я по себе знаю, книжку на телефоне, читаешь, бах, сообщение с Фейсбука, там, бах, и скайп, когда что-то написали, еще кто-то что-то оттуда, и ты начинаешь втягиваться, и все, понесло. Нет, лучше, как бы, чтобы это максимально ограничить. Лучше, если с кем-то пообщаться, лучше выстрелиться с человеком, чтобы он в реале с вами пообщался, если там вот в одном городе. Ну, вот уже тяжелее, да, когда другая страна. Вот позвонили вы там бабушке, дедушке, да, там маме, папе по скайпу пообщались, там, полчаса, час, и все. Больше не надо. То есть ты вот четко огранишься в это время. Digital Detox, очень важно. Попробуйте, я думаю, вам понравится в итоге. Не с первого раза, но... И пятое правило – это распланируйте свои выходные заранее. Потому что если вы не распланируете, что вы будете делать на выходных, вы просто проваляетесь в разных позах, как вы, как вы, собачка, да? Ну, иногда, на самом деле, даже хорошо, когда у вас была убойная неделя, когда вы реально очень сильно физически напряглись, иногда как бы оно и к лучшему. Но чаще всего вы нуждаетесь всем в другом отдыхе. Вам нужны эмоции положительные, вам нужен заряд энергии, вам нужны какие-то вот развития, какие-то вот отдых для мозга, да? Просто вот валяние и смотрение в стенку – это полезно в течение 15-20 минут, когда ты находишься в позе шавасана, когда ты расправляешься мозги, вообще ни о чем не думаешь, да? А остальное время лучше все-таки зарядить свой выходной день по максимуму положительными эмоциями. Просто подумайте, что вам доставляет удовольствие, что вас как бы вот заряжает, да, и сделайте. Насаживайте чаще всего не требуют никаких больших там финансовых вложений, да? Там вот прогуляться в какой-то парк, который есть в вашем городе, провести там с семьей время, да? Там придумайте. Я думаю, что в каждом городе есть масса достопримечательностей, которую вы давно не посещали. Музеи посетите. Когда вы были в последний раз в музее? В вашем городе наверняка есть музеи. Посмотрите, День искусства. Я, на самом деле, тоже меня тут поражало. Я помню, когда я была в Москве, у меня художественное образование, я модель-дизайнер, мы как раз проходили живописи, все, и когда вот я жила в Москве, я помню, как я проводила экскурсию к коренному москвичу, который первый раз в жизни попал в Третьяковку. Вы представьте, первый раз в жизни человек в 26 лет попал в Третьяковку. Коренной москвич. То есть, если бы мы не встретились, я думаю, что он бы никогда не задержался и не подумал. То есть, вот многие, то, что у них находится рядом в городе, под боком даже в Москве, вы не пользуетесь тем, что у вас есть. Начните. Начните думать, какие интересные места в городе вы можете посетить с семьей вместе. Обсудите, соберите своих близких, поговорите с ними на эту тему, что бы им интересно, куда бы они хотели пойти. И придумайте вот небольшие приключения на выходные. Если вы не составите четкого плана на выходные, он просто у вас улетит в трубу, вы не заметите, как он прошел, и с утра вы будете просыпаться, в смысле, опять понедельник. Вот как бы все опять заново. И все, день похож на другой, какой-то день сурка. Вот. Поэтому всегда, всегда планируйте заранее свои выходные. Начинайте со среды думать о том, что вы сделаете на выходных. Что бы вам хотелось и как бы вы хотели провести это время. И когда у вас будет как раз-таки вот этот вот цель и план, да, что сделать на выходные, тогда вы уже сможете более активно переносить все планы, вернее, все дела бытовые распределять по неделе, чтобы у вас хотя бы один день выходной был свободен. Продолжение следует...